Дорогие друзья, уважаемые единомышленники по взглядам на будущее эпохи Водолея, а также прежде всего труженики села, которые, может быть, наиболее близки мне по духу и по должности ныне занимаемой. От всей души хочу вас поздравить с наступившим новым 2014 годом и пожелать вам всего доброго в этом году, того счастья, за которым не следует гоняться, которое просто нужно найти в себе. Я в преддверии Нового года постарался пролистать все известные литературные источники по новогодним праздникам и хотел бы вам сегодня прямо прочитать стихи Гавриила Державина, которые оказались, может быть, наиболее близки мне по духу. Они так и называются «На Новый год». Давайте вслушаемся, какому счастью призывает Гавриил Державин. Итак, «На Новый год». Рассекший огненный стезею небесный синеватый свод, багряный облечен зарею, сошел на землю Новый год. Сошел, и глазы раздались, мечты, надежды понеслися навстречу божеству сему. И самого среди блаженства желаем блага, совершенства и недовольны мы судьбой. Еще вельможа возвышаться, еще сильнее хочет быть, богач богатством осыпаться и горы злата накопить. Герой бессмертный жаждет славы, корысти льстец, лукул забавы и счастье игрок в игре. «Мое желание – предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра слава творят счастливее царей. А если, милый и приятный, любим пленира я моей, и в светской жизни коловратной имею искренних друзей, живу с моим соседом в мире, умею петь, играть на лире, то кто счастливее меня? Петры и Генрихи и Титы в народных век живут в сердцах, Екатерины незабыты, прибудут в тысячи веках. Уже я вижу монументы, которых свергнут элементы, и время не имеют сил». Вот вы понимаете, что Гаврил Державин обращается к простому народу, к тому народу, который и вершит историю. И мне представляется, что его обращение чрезвычайно актуально в 2014 году. Прошло уже 25 лет с того момента, как озвучена была концепция общественной безопасности, суть которой – это как раз размытие толпы элитаризма, размытие той системы, когда общество разделено на жесткие страты, выйти из которых очень сложно. Да, в будущем тоже, видимо, не все будет однородно и едино, но страты эти должны формироваться по мере понимания, по нравственности и по духовности человека, а не по родоплеменному признаку. Вот, собственно, о чем говорит Державин. И мне представляется, что будущее наше, оно в том, чтобы, наконец, вот те самые Катерины, о которых говорит Державин, те самые Елены Прекрасные и Василисы Премудрые преобразили нашу жизнь. И мне представляется, что самое главное сейчас – это обратиться с добрыми словами к тем людям, которые, как повелось в русской цивилизации, живут по словицам и поговоркам. Еще Александр Второй в свое время сказал, что это Запад живет по законам, а Русь живет по пословицам и поговоркам. Богу не грешен, царю не виновен. Вот принцип взгляда простого человека на происходящее в мире. И мне представляется, очень актуальны сегодня позиции, которые озвучены в том числе и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, об особенности русской цивилизации, о ее устремленности в будущее, к добру, к справедливости. И действительно, если посмотреть на происходящее сегодня в мире, то мы должны согласиться, что это не Русь находится между Западом и Востоком, а это Русь прокладывает магистральный путь развития человечества, и при этом Запад у нее находится слева, а Восток находится справа. Великими скрепами нашего цивилизационного развития являются, безусловно, идея справедливости, Божьей справедливости. Это идея русского языка и творческое наследие Пушкина, которое пока еще не осмыслено и не раскрыто. Вот эти скрепы и определяют сегодня вектор 2014 года, как и глобальный вектор развития цивилизации. Мне представляется, что недалек тот момент, а вот такие циклы, они, наверное, 25-летние, вот завершился 25-летний цикл, как мы говорили, когда была озвучена концепция. Пройдет еще 25 лет, это сформируется уже второе поколение, которое, по всей видимости, обеспечит распространение русского языка гораздо более широко, и на русском языке начнет говорить весь земной шар. Мы с вами должны понимать, если мы хотим сохранить тот порядок вещей, который царит на земле сегодня, то для обеспечения консервации необходимо изучать английский язык. Но тот, кто усырмлен в будущее и надеется на добрые перемены, перемены цивилизационного масштаба, то он должен изучать язык русский. И именно с этим обращением я выступил и на конференции, которая не так давно прошла в Китае, в Академии общественных наук, где обсуждались насущные проблемы будущего всего человечества. И мне очень приятно, что два доклада на пленарном заседании были предоставлены нашему университету, где помимо меня выступил и профессор нашего университета Зазнобин Владимир Михайлович. И мне представляется, что вполне логичным было продолжение этих бесед потом здесь в моем кабинете с вице-премьером Китая Ван Яном, который вместе с руководством Китая там были порядка пяти сопровождающих в ранге министра и другие представители китайской страны, где прошло, по сути, продолжение тех обсуждений, которые шли в Китае. Потом была встреча с ведущими руководителями одной из главных китайских провинций. А вот на март месяц нам очень хочется верить, что нам удастся сформировать Пушкинский клуб сближения цивилизаций. По крайней мере, разговоры и переговоры на эту тему мы ведем сегодня как с китайской стороной, так и с Казахстаном, прежде всего с Белоруссией. Нам видится, что начало должно быть положено именно вот в таком конгломерате стран. И для этого не обязательно начинать с двадцатки, с восьмерки. Нужно дать пример возможностей иного взгляда на происходящее и сделать эти предложения привлекательными уже для всех остальных участников мирового глобального процесса. Нам представляется, что в таком диалоге прежде всего речь должна идти о концептуальном уровне отношений, о необходимости понимания происходящего на уровне глобальных концепций, а не тех частностей, в которые сегодня устремлены все взгляды и политических аналитиков, и элитарных кругов, поскольку не осмыслив термин «концептуальная власть», не понимая, что такое целеполагание в системе управления, мы никогда не изменим происходящее сегодня. Нам нужно понять, что цивилизационный статус сегодняшнего мира, он претерпит свои глобальные перемены. Жить дальше так нельзя. Это понимает каждый, начиная от Папы Римского и президента Соединенных Штатов и кончая любым простым человеком. Мне очень приятно отметить, что сегодня идеи, озвученные в концепции общественной безопасности, они широко распространены по всему миру. Вот в качестве примера я хотел бы привести совсем недавний эпизод, мою встречу с Доном Руссом, он прилетел на встречу из Соединенных Штатов. Вот подарил мне вот такую книжечку, так она выглядит, и видите ее название, «Духовная экономика». Приведу некоторые выдержки из его работы. До 15-го столетия города были единственными центрами коммерции и промышленности, до такой степени, что ни то, ни другое не могло совершаться за их пределами. Борьба против сельской миновой торговли и кустарного производства продолжалась как минимум 7 или 8 веков. С ростом, в кавычках, демократического правления эти меры становились все более жесткими. На протяжении всего 14-го столетия вооруженные войска грабили крестьян в округе, забирали у них, а иногда и просто ломали, ткацкие станки и суковальни. С течением времени все эти механизмы изменили условия торговли, склонив их в пользу горожан, а значит и городских коммерсантов, обратив против земледельцев и крестьян. Чтобы сохранить зависимость сельской местности от городов, и когда надо предъявлять права на природные ресурсы и технические изделия селян, эти преимущества, которые имело село, были насильно уничтожены. То есть я хотел бы подчеркнуть, что жизнь человека на земле, она противоречит ныне господствующей концепции, потому что на человеке, живущем на земле, невозможно сделать деньги, он самодостаточен. И только собрав всех людей на асфальт, можно превратить их в планктон, на котором можно делать деньги. Мне очень хочется, чтобы мы понимали с вами, что вот эта абсолютно нелепая городостроительная парадигма в виде развития городов-мегаполисов, куда уходят все имеющиеся у нас средства, это абсолютнейшая нелепость, и она связана с пороками господствующей концепции. Концепции, которая ориентирована не на человека, а исключительно на прибыль. И если посмотреть на политическую жизнь, то я хотел бы тоже сослаться на выдержку из того же Дона Русса. Он приводит примеры того, как в свое время понималась роль бизнеса в управлении государством. Бизнес был жестко дистанцирован от любой политической работы. Вот привожу цитату. «Раньше, в Соединенных Штатах, до XIX века включительно, корпорации были в высшей степени контролируемыми структурами и считалось нормальным, когда устав корпорации отменяли, если он противоречил общему благу. Корпорации не могли участвовать в политике. Закон запрещал им это. Корпорации не могли голосовать. Им не позволялось воздействовать на избирателей». То есть, понимаете, вот основы той нравственности, того нравственного начала в управлении и в экономике, которые когда-то были не только законом, но и абсолютно естественным пониманием жизни, и насколько это все трансформировано сегодня, когда от этого не осталось и следа, когда все выборы, вся политическая работа, она построена исключительно на финансах и на лоббировании тех или иных корпоративных интересов и не более того, хотя подводятся под это всегда благие намерения. Точно так же, как и блокирование развития нашей страны через мекополисную урбанизацию объясняется, в общем-то, народными интересами, что мы строим жилье для горожан. Но это, конечно же, обманка, потому что для тех, у кого есть деньги, жилья на сегодня и в Петербурге, и в Москве, и в других городах более чем достаточно. Сегодня проблема в том, что виртуальный так называемый сектор экономики, который ничего не производит, а только имитирует бумаги всех видов, а потом из этих бумаг получает доходы, вот люди, получившие эти доходы, они сегодня уже растеряны в том, а во что же можно вложить эти средства. Они не понимают недолговечность бумаг, они понимают некую неопределенность золота. И вот сегодня эта глобальная пирамида строится в сфере жилья, когда жилье строится не как инструмент удовлетворения потребностей человека, а как средство сохранения накоплений. Если вы обратите внимание на информацию по Лондону, то там в вечернее время суток все дорогостоящие районы Лондона, они не светятся огнями, там никто не живет, потому что это просто средство вложения денег. К сожалению, аналогичные проходят процессы и в Петербурге, и в Москве. Хотелось бы, чтобы в рамках будущей цивилизационной парадигмы был введен запрет на любое развивающее строительство в городах численностью более миллиона человек одномоментно, а в остальных городах по какому-то разумному графику, потому что все средства развития страны должны идти исключительно в природную среду, в сельскую местность и создавать условия не для формирования богатств, а для нормального воспроизводства жизни. И хотелось бы сегодня по поводу этих проблем сказать, дорогие мои москвичи, вы оказались, может быть, первоочередными заложниками вот этих фальшивых ценностей и парадигм, ориентированных на заработки. Да, Москва сегодня превратилась в город абсолютно непригодный для жилья и для воспроизводства, по сути, генетики биовида «человек разумный». Москва – это город деградации человека, потому что та энергетика, та эгрегориальная сущность, которая окружает Москву, она подавляет дух человеческий. Мы знаем, что основы цивилизационного будущего формируются через меру понимания, через изменение самого человека. И сегодня самое главное, чтобы большинство нашего простого народа, в отличие от доминирующей ныне элиты, в отличие от той информации, которая доминирует в средствах массовой информации, понимали, что реально можно понять происходящее и сформировать и собственную позицию, и собственные взгляды на будущее, настоящее и прошлое. Это шесть глобальных управленческих приоритетов. Без понимания этих приоритетов, как инструмента глобального управления социальными системами, невозможно понять происходящее. И очень хотелось бы, чтобы Русь сохраняла вот все то, что характеризует человека, человека с большой буквы. Мы должны предложить миру иное единство. И Пушкинский клуб сближения цивилизаций, но в своих знаменах, мне представляется, должен начертать вот эти бессмертные строки тютчего. Единство возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем его спаять любовью, а там увидим, что прочней. Сегодня очень много идет разговоров по экономическому приоритету, и здесь действительно высказываются вполне такие адекватные взгляды, но проблема всех тех, кто продвигает эти идеи в том, что они верят в то, что можно мир изменить, опираясь только на изменения в сфере экономики. Это абсолютно ошибочная позиция. Долго на эту тему думал, как донести, что это не есть магистральный путь перемен глобальных, которые возможны. И тут же перед моим взором предстала такая картинка. Три практически полупогибших ив, ивы, лежащих на земле уже, и от этих полугнилых ив идут яркие стрелки побегов вверх. Вот мне усилия многих наших аналитиков представляются вот такими побегами, которые жиждятся на гнилом основании. И если мы посмотрим на их усилия, то они, в общем-то, выглядят вроде бы и неплохо, но они ни на чем не держатся. Но вместе с тем, очень приятно, что в экономике сегодня понимание нелепости происходящего звучит практически на всех уровнях. И мне очень приятно сослаться на недавнее заявление помощника Владимира Владимировича Путина Андрея Белоусова, который заявил, что одним из основных препятствий по стимулированию российской экономики остаются высокие процентные ставки по кредитам. Ведь мы знаем, что в истории человечества были очень продолжительные периоды, когда расставщичество каралось и каралось вплоть до смертной казни. В Европе с 1000 по 1300 год расставщичество было запрещено, и именно тогда прошел процесс бурного развития всех территорий, потому что сохранить деньги можно было, вкладывая их только в долгосрочные процессы, связанные прежде всего с обустройством земли. К великому сожалению, нынешние новогодние праздники были омрачены глобальными, ужасающими провокациями и террористическими актами. Безусловно, это большая беда, беда не только нашей страны, но беда, на мой взгляд, всех тех, кто думает о будущем человечества, человечество с большой буквы. И сегодня много идет дискуссий по поводу того, как же предотвратить терроризм. Усилены прежде всего силовые методы воздействия, но для тех, кто понимает, что такое концептуальная власть, и для тех служб, которые раньше занимались государственной безопасностью, а не просто безопасностью отдельных, возможно, клановых систем, должно быть понятно, что нужно предотвращать истоки терроризма и менять ту почву, на которой успешно произрастает все то, что потом приводит к терроризму. И это прежде всего отсутствие государственной идеологии. Вот то, что у нас конституционный запрет на идеологию введен, это и является стратегической основой той нестабильности, которая происходит в нашей стране и в том числе накануне Нового года. Дело в том, что идеология – это однокоренное слово со словом «идеалы». Идеалы. Идеалы, они неистребимы из душ людских. Народ – это не то, что он есть сегодня, это то, о чем он мечтает. Так вот, то, о чем мечтает наш народ, оно выражено в русских сказках, в пословицах и поговорках. Именно вот на это должно опираться все то, что продвигает нашу страну вперед. Именно этим должны руководствоваться и лидеры нашей страны, и депутаты, и все политики. Вот адекватность тому, что есть в душах народа, она и может исключить терроризм. Если в качестве идеологии сегодня провозглашается исключительно зарабатывание денег, то тогда не нужно удивляться коррупции, потому что умение делать деньги становится национальной идеей сегодня. Порождает эту нестабильность. И, как это не покажется странным, клирикализация нашего общества, все-таки, если церковь отделена от государства конституционно, то это должно быть реализовано и в нашей жизни. К великому сожалению, если у нас на телеэкране начинает доминировать одна из церковных иерархий, то это просто не может не вызывать такого, может быть, незримого, неслышимого до определенного момента протеста представителей иных конфессий. Главное, к чему должны быть устремлены усилия представителей всех вероисповеданий, всех иерархов церковных, это переход от веры в Бога, которую, слава Богу, удалось сохранить, к вере в Богу. Это принципиально иное состояние души человека. И в этих усилиях могли бы объединить все свои силы представители любых конфессий. Вот настала пора приобрести то развлечение, которое позволит нам выйти на действительно то самое обычное, простое счастье, за которым не следует гоняться, а следует искать его просто в новом миропонимании, в новых взглядах на жизнь. Проблем сегодня у нас много, и вот тот вопрос, который задавал в свое время Тютчев, он сегодня не менее актуален. Но кончено ли противоборство, и как могучий ваш рычаг ослабит в умниках упорство и сдвинет глупость в дураках? Вот сегодня этот призыв как никогда более актуален по отношению к нашей действительности. И я и хотел бы прочитать эти знаменитые строчки Пушкина, которые во многом ориентируют нас на поиск нового смысла жизни. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги, мне в сладкой участи оспаривать налоги, или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы, красотам, и предсозданиями искусств и вдохновения, трепеща сладостно, восторги и умиления. Вот счастье, вот права, вот такого счастья я и хотел бы пожелать всем нам в новом 2014 году. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok